Рагунская ГЭС, если хотели строить, тогда у меня спрашивают, не спрашивали бы. И сейчас, если хотят строить, меня спрашивать не будут. Рагунская ГЭС – это не такая маленькая, такая крохотная, такое незаметное строительство, чтобы у поэтов спросили, чтобы у артистов, художников, чтобы у танцовщиц спрашивали. Рагунская ГЭС – это политика, это геополитика. Геополитика создается не один, не два дня. Это в течение 80 лет шла борьба за рагунский ГЭС. Я никогда не сказала и никогда не скажу, чтобы не строили этот ГЭС. Во-первых, это не рагун, а рогун. Рогун. Шакли это значит, есть рогуни боло, есть рогуни поем. Значит, два рогуна есть там. Значит, нижний и верхний. И это находится рядом с моим кишлаком. Я никогда в жизни не сказала, чтобы не строить этот ГЭС. Наоборот, я больше всех хотела этого. Мои первые очерки о рагуне, здравствуй, рагун, все читали. Даже я премию получала, когда была заместителем председателя Союза журналистов Таджикистана. Мы выступали по поводу высоты. Тогда гигантомания была в Советском Союзе. 350 метров для нашей страны, который вообще каждый клочок земли одного золота. Это была страшная уже потеря. Потом не учли, не было изучено ни флора, ни фауна, ни состояние рек в этом магистрале. Мы никогда не говорили, что не надо это строить. Это надо каким быть наивным, чтобы в течение все эти годы обвинять одного поэта, только одного поэта, что она не дала строить рагунский ГЭС. Никогда в жизни никаких националистических у меня лозунговым взглядом никогда не было. Я интернатская. Я единственная девочка из этого горного кашляка. Единственная среди 500 мальчиков была в интернате в Ярославе. Для меня мои первые учителя были русскими. И в литературе, и в жизни, и в языке я всегда преклоняюсь перед русским языком, перед русской литературой, перед русской культурой. И хочу сказать, что я никогда в жизни, ни только не к русским, никому никогда националистическим взглядом не смотрела. Потому что я даже захочу, не могу, потому что я интернатская. Интернатские дети не имеют такие. Это дети тех людей, которые даже сами отравлены, еще дети тоже отравлены. А у меня такого никогда не было. У меня была заучим из школы Мария Семеновна. Я считаю, что это моя мама после моей мамы. Потому что она каждый раз навешала меня. Она такая красивая была. Она полюбила комсомолобадского парня, когда на войне она была медсестрой. И она приехала, и она жила до конца жизни. Она похоронена в комсомолобаде. Я считаю, что это величайший представитель русского народа, русской интеллигенции. Она вообще какая-то графиня была. И если кто на меня такой ярлик вешает. Между прочим, вот Азиапилюс однажды от имени какого-то, вот фамилию я забыла, написал, что София у этих и этих, я считаю, что судиться буду. И он извинился. Найдите фамилию его, пожалуйста, у себя. И вот его извинения дайте здесь. В Азиапилюси. Понимаете? Потому что это люди, которые, не люди, которые вешают на меня такие ярлики. Я...